Ну, знаете, это, конечно, большой шаг со стороны мэра, да. Я считаю, что не каждый, да, может подать в отставку для того, чтобы переизбраться, да. И уже переизбраться в новом стиле, да, по новому закону, что люди теперь избирают, а он не назначается, да. Это большой шаг, конечно, в том, что он пошел не от партии, да, потому что партия ему могла дать, конечно, очень много процентов, да. Но с другой стороны, с другой стороны, я его понимаю, почему. Потому что человек, когда был назначен мэром, очень много сделал для москвичей и очень много сделал, как говорится, для самой России, здесь, внутри Москвы, да. То есть он яркий пример того политика, который может идти без поддержки политической партии. Но единственное, кто ему может оказать, ну, что касается Навального, там, Прохорова, да, там, и других кандидатов, например, от коммунистов, которые тоже подали и зарегистрировались на мэра Москвы, я считаю, это не конкуренты ему. Это те люди, которые, будем говорить, получат очень мало процентов голосов. Единственный конкурент – это наш кандидат от ЛДПР. Это единственный конкурент, который может побороться за права мэра города Москвы. Почему? Потому что Михаил Дегтярев, вот он выдвинут от нашей партии, это как яркий пример, мы показываем всему нашему российскому обществу, что кандидат должен быть молодой, умный, перспективный. Извините меня, мы прекрасно знаем, что мэр – это та должность, которая постоянно – это работа с избирателями, работа с самими москвичами, работа элементарно с теми проблемами, которые возникают всегда внутри Москвы. Мэр должен быть энергичный для того, чтобы просто-напросто физически выдерживать ту нагрузку и ту моральную составляющую, которая на него будет давить каждый день. И яркий пример – это наш кандидат от ЛДПР.